Привет всем! Итак, вчера для нашего президента прозвонил первый звоночек. Как вы знаете, вчера он заявил буквально следующее. Мой народ может прожить без российских социальных сетей, поскольку они под контрольный ФСБ. Я хочу обратить ваше внимание на вот это выражение. Мой народ. Дело в том, что так заявлять может только тот правитель, который пользуется просто громадной поддержкой и авторитетом у своего народа. Ну а какая поддержка у нашего президента показала его вчерашняя встреча с местными жителями и представителями ОУН в Быковне на мемориальном комплексе. Я полностью, и я на Балусь. Вы скажите, я стоял на Майдане. На виних воевал, а теперь 15-го гонка. Прихло. Мой народ. Это президент из зору. Мы на мемчевер. Раньше мы на попали. Собода будем ставить. Мы будем править. Мы будем править. Мы будем править. Мы на мемчевер. Мы на мемчевер. Мы на мемчевер. Итак, пару дней назад президент запретил использование российских социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте». Хочу заметить, что мобильная связь «Кьюстар» и «НТС», работающая под брендом «Водофон», по конечным бенефициарам, тоже являются российскими компаниями. Они тоже собирают все персональные данные, включая паспортные, которые очень скоро будут нужны для покупки сим-карты. И, по идее, они тоже могут сотрудничать с ФСБ. Так что, ребята, выходят мы скоро можем остаться и без мобильной связи. Представляете, так просыпаетесь утром, а тут указ президента запретить мобильную связь «Кьюстар» и «Водофон», поскольку они подконтрольны ФСБ. Ну как, нехило? Одним словом, власть думает, что если снести одни памятники, или развернув задом к России другие, или запретив социальные сети, или вынеся педозру Сталину и Берии, или показывая утреннюю гимнастику на канале у Ахметова, этим можно завоевать доверие у своего народа? Нет, нет и еще раз нет. Вот что простой народ в данный момент думает о своем президенте. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон»